Сегодня в выпуске. Глава Башкирии запретил выходить на улицу детям и пенсионерам. Безработица, как после Второй мировой. Уфимка, живущая в Норвегии, рассказала, как страна переживает коронавирус. Родители возмущены льготными сухпайками в Башкирии. И в республике запустили сайт, с помощью которого жители смогут получить пропуск на передвижение на автомобиле. На 9 апреля общее число зараженных коронавирусом в мире составило более миллиона пятьсот тридцати тысяч человек. Более трехсот тридцати тысяч излечились, около девяносто тысяч погибли. В России зафиксировано десять тысяч сто тридцати один случаи заболевания. Шестьсот девяносто восемь человек выздоровели, семьдесят шесть умерли. В Башкирии зарегистрировано двадцать два случая заражения. Шестеро из инфицированных излечились. Погибших нет. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах находится сто сорок два человека. Среди них десять несовершеннолетних. С 17 марта телеканал ЮТВ каждый день проводит опрос о коронавирусе среди уфимцев. Мы узнаем, как изменился их образ жизни в связи с пандемией. В период пандемии свой доход сохранило всего 52% жителей. Частично сохранили 36%, 7% потеряли доход. У 2% ответивших доход вырос. Что касается психологического состояния людей, то нейтральным и спокойным оно осталось у половины респондентов. 51%. Переживают и тревожатся 25% опрошенных. Оптимистичный настрой у 19%. И 2% сообщили о страхах и опасениях. Физическое состояние осталось на прежнем уровне у 68%. У 22% респондентов состояние стало хуже и у 9% лучше. Пользуется услугами доставки продуктов и еды 14% опрошенных. Новые возможности и плюсы в условиях пандемии нашли для себя всего 6% опрошенных. В опросе каждый день принимают участие 300 респондентов из Уфы. Будьте бдительны. Из-за коронавируса активизировались мошенники, которые пользуются общей стрессовой ситуацией. Они звонят, представляясь работниками банка и под различными предлогами выманивают данные банковских карт. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Положите трубку и позвоните по официальному номеру банка, в котором вы обслуживаетесь. Режим самоизоляции в Башкирии будет усилен. Об этом на совещании по профилактике инфекции в правительстве республики сообщил Радий Хабиров. Глава Башкирии сослался на слова президента России, согласно которым ключевыми для ситуации в стране станут ближайшие 2-3 недели. По мнению Хабирова, важнейшим фактором на данном этапе станет сознательное и ответственное поведение жителей. На данный момент ничего более эффективного, чем режим самоизоляции в борьбе с распространением коронавируса, мы не придумали. Распространение инфекции от одного к другому довольно быстро ускоряется. И единственное спасение – это самоизоляция. Новые меры касаются в первую очередь наиболее уязвимых категорий людей. Так, лицам старше 65 лет теперь можно покидать свой дом только с 10 до 18 часов, независимо от обстоятельств, даже для похода в магазин или аптеку. Еще более строгие рамки установлены для несовершеннолетних. Им разрешено находиться в общественных местах только с 13 до 18 часов. Для поддержания режима будет усилено патрулирование территорий сотрудниками ведомств и дружинниками-добровольцами. Также глава республики допустил ужесточение штрафных санкций для нарушителей. Если ранее мы в целом относились к тем людям, которые нарушают режим самоизоляции, неважно, это даже и пожилые, очень мягко, то жалеть сейчас мы никого не будем, потому что вы себя не жалеете раз, и вы не жалеете тех, кого вы можете заразить. Прошу нас сегодня понять. У нас другого выхода нет, как усилить контроль именно за тем, чтобы вы находились в ваших домах и потерпели еще две недели. Другие ограничения касаются поездок на садовые участки. Глава республики подчеркнул, что это разрешено только на личном автомобиле и только при предварительной подаче заявки через интернет-сервис Дорога-02. В этой связи я прошу нашу государственную инспекцию завтрашнего дня существенно увеличить кордоны и жестко пресекать выезды тех лиц в сады, которые не выполнили требования сервисов. Я даю слово, мы дадим возможность нашим жителям полноценно провести весенние посадки. Абсолютно дадим, но рано еще, делать там нечего. Кроме того, все граждане, прибывающие в республику из Москвы, будут подлежать обязательной проверке на коронавирус и двухнедельной самоизоляции. Пассажиров будут регистрировать в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Мы даем ясный, четкий сигнал. Уж, наверное, две-три недели можно не ездить. В случае, если есть необходимость, это может касаться и государственных случаев командировку. Вполне возможно, например, меня могут вызвать в Москву для командировки для тех. В этой связи мы даем только одно исключение – решение оперативного штаба. Жесткой критики удостоились руководители предприятий, на которых не соблюдаются меры предосторожности. Радий Хабиров призвал предприятия, которые продолжают работать, обеспечить для своих сотрудников безопасные условия труда. К ним относятся измерение температуры на входе, контроль самочувствия сотрудников, обеспечение социальной дистанции и обработка помещений. Недобросовестное руководство будут привлекать к ответственности. С завтрашнего дня мы начинаем проверки. И ни одно предприятие не обладает гарантией от того, что завтра я не приму решение его закрывать с завтрашнего дня. Такие права у меня есть. Одновременно с этим власти республики в целях сохранения экономики планируют увеличить число работающих предприятий. Перечень этих предприятий обещают представить в понедельник, 13 апреля. Артем Валитов, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Гречка, макароны, гущёнка, подсолнечное масло, сок и шоколадка. Такие наборы получили школьники из многодетных малоимущих семей Башкирии. Его стоимость 225 рублей. Деньги выделены из регионального бюджета. В одной уфимской школе паёк отдали через окно. Знакомая Регины получила совсем иной набор. Здесь и тушёнка, и сайра, и чай с пряниками. Впрочем, такая щедрость – исключение. Вот я покажу, вот он в таком пакете, в обычном полиэтиленовом, что нам положили на неделю. Большинство учеников выдали стандартный набор. В него входят подсолнечное масло, сок и крупы. Такой сухпаёк получила Гульнара Вахитова из Туймазов. Во вторник, в среду, наверное, мне СМС отправили. То, что там определенные дни, время, подходите с паспортом и получаете сухпайки. То, что у вас, ну, как многодетные, малоимущие считаем, вся семья. В обычное время дети из таких семей питаются бесплатно. По словам Гульнары, они довольны тем, как кормят в школе. Однако такого нельзя сказать о выданных сухпайках. Я пошла, я была в ужасе, когда я увидела этот сухпаёк. Сухпайки выдали не только многодетным, малоимущим семьям, но и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В первом случае стоимость недельного набора продуктов – 225 рублей. Во втором – 500. Каждый район сам определяет, что войдет в его состав. По словам председателя Госкомитета по торговле Башкирия Алексея Гусева, родители довольны сухпайками. Мы почитали те отзывы, которые есть на эти посты, и я вижу, что на сегодня у нас родители как раз выражают обратное мнение, в отличие от автора поста. В столице России такой набор выглядит более солидным. Есть та же дефицитная гречка, какао и горбуша. Такие же наборы получат и школьники в Подмосковье. Но власти призывают не сравнивать содержимое. В различных субъектах она различная. И поверьте мне, что стоимость набора в Республике Башкортостан, она на сегодня не самая маленькая, в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Впрочем, на второй и третьей неделе дистанционного обучения родителям в прямом смысле подсластят сухпайки. Так, стерлитамаки в рацион добавят сахар и сгущенное молоко. Правда, макарон уже не будет, а вот подсолнечное масло останется в наборе. Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ. Режим самоизоляции принес всем множество новых ограничений. Одними из первых от них пострадали автомобилисты. Чтобы жители Башкирии могли легально пользоваться личным транспортом, был запущен специальный сайт «Дорога-02», который позволяет получить временный пропуск на передвижение. Есть другая категория граждан. У них есть бытовые какие-то задачи, проблемы. По этим бытовым задачам, проблемам, правительство, исходя из мониторинга соцсетей, исходя из мониторинга СМИ и так далее, определило категории, которые остро необходимы для наших граждан, для граждан республики, чтобы они имели возможность в определенный промежуток времени закрыть эти потребности. Правительство определило 11 уважительных причин, по которым можно сесть за руль. Среди них – рождение ребенка или смерть близкого человека, уход за нуждающимися родственниками и поездка на дачу. При этом можно совершить лишь одну поездку в день, а на весь путь из точки А в точку Б и обратно отводится лишь 90 минут. Почему 90 минут? Для того, чтобы человек не разгуливал на автомобиле по городу, не катался, а имел именно возможность закрыть какую-то потребность. Несмотря на изначальную задачу облегчить жизнь автомобилистам, сайт внес новые ограничения, которые могут стать серьезными проблемами для некоторых жителей республики. Неудобство коснуться тех семей, в которых есть несколько автомобилистов. С супругой они должны определиться, кто на какой машине, и эта машина жестко закрепляется за данным профилем. Если в семье один автомобиль, а два водителя, они должны для себя решить, кто из них будет ездить за рулем, потому что, опять же, закрепляется жестко. Нелегко придется и тем, кто до сих пор не пользовался интернетом или же оказался там, куда всемирная паутина еще не добралась. Но и из этой ситуации нашли хоть и не очень практичный, но все же выход. Если, например, в саду нет интернета или нет связи, он должен для себя предусмотреть возможность. Или он кому-то звонит, и ему заказывают потом обратный маршрут. Или он заранее планирует и себе готовит талон. В системе такой механизм предусмотрен. Заранее можно забронировать на определенную дату и определенный промежуток времени обратную поездку. Если у гражданина нет интернета, нет компьютера, он, опять же, должен предусмотреть такую возможность или кого-то попросить, или у соседа зарегистрироваться и иметь доступ к этому сервису для того, чтобы передвигаться. Чтобы получить доступ к порталу Дороги 02, необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого в специальных полях нужно ввести свои личные данные. Имя, фамилию и почтовый адрес. После этого останется придумать логин и уникальный пароль, который в дальнейшем понадобится для входа на сайт. Уже в своем профиле нужно будет ввести госномер и марку вашего автомобиля, а также адрес фактического проживания. В ближайшее время мы доработаем этот сервис. Если гражданину не придется вбивать марку автомобиля, он будет подтягиваться из справочника. То есть надо будет из списка выпадающего просто выбрать. Зарегистрировать новую поездку можно в одноименной вкладке на верхней панели сайта. Потребуется выбрать дату и время начала поездки, одну из 11 причин, начальную и конечную точку вашего пути. После этого система присвоит вам так называемый «зеленый талон». При встрече с сотрудником ГИБДД достаточно будет показать талон с экрана телефона или в распечатанном виде. Инспектора, сотрудники МВД, которые имеют возможность по номеру автомобиля, по госномеру автомобиля, по номеру заявки от гражданина и по ИНН организации осуществлять проверку, разрешено ли данному автомобилю. Любую зарегистрированную поездку можно отредактировать до ее начала. Сайт позволяет изменить время, причину и конечную точку поездки. Многие жители республики без энтузиазма отнеслись к новым обязательствам. У кого-то возникли проблемы с работоспособностью сайта, а кто-то просто не захотел отчитываться о своих передвижениях. Однако на 9 апреля в системе зарегистрировалось почти 30 тысяч пользователей. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ. С наступлением карантина не сказать, что что-то очень сильно изменилось, потому что здесь в принципе народу немного. Да, идет дождь, можно подумать, что люди сидят дома, но дождь здесь не является преградой ни к чему. Земля фьордов, льда и полярных сияний. Норвегия также, как и все остальные страны, не избежала пандемии коронавируса. На сегодняшний день там подтверждено 6043 случая заражения, из них 101 человек умер. Несмотря на это, в стране нет тотального режима самоизоляции. Общественные места закрыты, но люди выходят из дома. При этом все держат дистанцию и пользуются средствами защиты. В отличие от России, в Норвегии куда большей популярностью пользуются медицинские перчатки, а не маски. Уфимка, которая переехала в Норвегию, рассказала нам, как королевство переживает пандемию. Никого не ругают. То есть, в принципе, люди понимают, что к чему, и достаточно серьезно относятся. То есть, таких вот настроений полярных, что одни паникуют, что все скоро умрут, а вторые говорят, что, боже мой, это обычный грипп, такого нет. Скорее норвежцы, они как-то подумали, посидели, посмотрели, что происходит в Италии и Испании, поняли, что мы не в своей стране, и, в принципе, более-менее соблюдать. Не сказать, что прямо 100% соблюдают, но у нас нормы не жесткие. Но, в принципе, вот эти вот облегченные нормы соблюдаются. То есть, в магазине стараются держать дистанцию. Больше пяти, вот я вижу, не собираются. Так же, как и во всем мире, в Норвегии в первую очередь пострадала экономика. Предприниматели и наемные работники либо лишились большей части заработка, либо вовсе его потеряли. Растет, конечно, количество заявок на получение пособий. У нас сейчас уровень безработицы, как после Второй мировой. То есть, такого кризиса со времен Второй мировой войны не было в стране. Больше 300 тысяч, которые сейчас временно уволены, и там порядка 300, до меньше 300 тысяч, которые потеряли работу. У нас прям статистика по заболеваемости коронавирусом обновляется одновременно с количеством людей, которые подают заявки на пособия. После того, как большое количество норвежцев было сокращено и отправлено на самоизоляцию, правительство взяло на себя заботу о людях, в том числе и выплату зарплат. Государство и работодатель. Работодатель выплачивает зарплату в полном объеме первые два дня, и потом остальные 18 дней выплачивает государство в полном составе. То есть полностью зарплату человек получает за 20 дней. После этого человек подает заявку и получает 66% от своего дохода в качестве пособия. Легально проживающий россиянин на территории Норвегии также имеет право на все выплаты и пособия, как и местные жители. Но в случае Лины есть одно но. Есть один маленький нюанс. Эти все выплаты не касаются студентов. То есть если ты студент, и если ты работаешь, и получается ты теряешь свой доход, то ты не имеешь права на пособия. И вот эта ситуация случилась ровно со мной, потому что я студент, я учусь на экономическом факультете. Несмотря на то, что я скорее работаю и учусь чуть-чуть, просто поскольку я, в принципе, числюсь как студент, я не имею права найти выплаты. По словам Лины, дистанционное обучение школьников налажено. Проблем с тем, чтобы собраться ученикам в видеоконференции с учителем, не возникает. Помимо этого, власти снабдили всех детей планшетами для занятий. А что касается самых маленьких, то некоторые из них продолжают ходить в детский сад. Я читала комментарии от норвежцев на фейсбуке под этими новостями. И говорят, что я своего ребенка пока в садик не отправлю. Там, ну, разные точки зрения существуют. Потому что сейчас, несмотря на то, что садики закрыты, но у нас есть перечень работ критических, важных для общества. И если там родители работают на такой работе, то у ребенка все равно идет в садик. То есть для вот таких детей все равно там, их хоть два-три человека, все равно садик держат открытыми, воспитатели у них есть. Премьер-министр Норвегии Эрне Сульберг объявила, что 20 апреля в стране открываются детские сады, а 27 апреля возобновятся занятия в начальной школе. Также у студентов университетов и колледжей. С 20 апреля норвежцам разрешат отправиться в загородные коттеджи. Связано такое решение может быть с выступлением министра здравоохранения Норвегии, который заявил, что властям удалось снизить заражаемость и взять под контроль вспышку коронавируса. Эльна Архасанова, Артем Войтюк, городской телеканал ЮТВ. Город, в котором кипит жизнь. Город, который делает нас сильнее. Город, который заставляет нас улыбаться. Город, где каждый хочет быть услышанным. Что это будет? Мы до сих пор никто не понимаем. Город, который меняется. Город, который мы любим и который любит нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин